Футболисты немного смущаются. Они первый раз на приеме у главы холдинга, и большинство из них впервые лично увидели членов правления РЖД. Владимир Якунин призвал спортсменов немного расслабиться и общаться неформально. Мы хотели не на словах, а на деле продемонстрировать свою солидарность и поддержку команде, поддержке главному тренеру, как принято говорить, по сроку службы молодому главному тренеру. И для того, чтобы и сама команда тоже посмотрела на руководителей отрасли, смогла немножко пообщаться. Участники встречи вспомнили самые яркие моменты матча, игра была очень напряженная и радость от победы зашкаливала. Для меня это было очень большое волнение и большое торжество. И я очень рада, что мы все-таки повод для этого создали, выиграв кубок. Будем дальше работать, стремиться к большему. Команда взяла этот престижный трофей под руководством бывшего игрока «Локомотива», а ныне главного тренера Игоря Черевченко. Борьба была тяжелая, счет открыла Кубань, а железнодорожники смогли ответить только во втором тайме. Основное время так и закончилось в ничью 1-1. Гол футболисты «Локомотива» забили только в дополнительные 30 минут. Будем все делать в наших силах, чтобы только радовать Владимира Ивановича, наших спонсоров и всех железнодорожников. Будем стараться изо всех сил. Руководство клуба и игроков отметили и отраслевыми наградами. Ольге Смороцкой вручили именные часы, а тренеры-футболисты основного состава получили благодарность от имени президента РЖД Владимира Якунина. Спортсмены пришли в гости не с пустыми руками. Огромный торт с копией Кубка России в фирменных цветах клуба описал круг почета и стал отличным дополнением к ЧПД. Жанна Мясникова, Александр Сердцев, РЖД ТВ, Москва.